11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня вторник в студии Владимир Сметанин. Истлан Занько. Добрый день. Здравствуйте. Удачной вам рабочей недели, рабочего дня. По традиции анонсируем нам второй час. В 12.06 мы будем приветствовать в нашей студии губернатора Кировской области Игоря Васильева. Будем говорить об итогах заседания Госсовета, который состоялся в Кремле 5 апреля. Тема заседания была «Развитие конкуренции в регионах». Речь идет о чем? Речь идет о том, что зачастую малый и средний бизнес не допускается к реализации государственных муниципальных контрактов. Как сказал президент, проще работать государственным структурам с карманными мупами и так далее. Надо породить родному человечку своим фермишком, мупом и мупом, сказал Путин. Президент четко сказал, что эта ситуация недопустима, и в конце он подчеркнул, что будет оценивать работу руководителей субъектов федерации, в том числе и по развитию конкуренции. Надо сказать, очень занимательная совершенно история с прочтением стенограммы Госсовета. Не поленитесь, зайдите на сайт kremlin.ru, посмотрите Госсовет от 5 апреля. Редко, когда так просто все читается и понятно все становится, на самом деле там основные пункты все отмечены. Это действительно касается развития малого и среднего бизнеса, причем абсолютно во всех сферах, в том числе и в сфере образования, например, и в сфере медицины. Это все нас касается напрямую. Вот по этим вопросам мы сегодня с Игорем Владимировичем во втором части эфира пройдемся. И именно об этом будем говорить, хотим донести, насколько важна эта история и что думают по этому поводу власти нашего региона. Потому что Путин в том числе и говорил о том, что необходимо прекратить региональный протекционизм. А у нас то и время от времени снова звучат истории, что нужно все-таки наоборот оказывать поддержку именно своим производителям, вводить различного рода преференции и прочее. Но эксперты сходятся во мнении, что тут нужно влезти четкий баланс. Да. Чтобы и нашим, и вашим, что называется. Мы попробуем начать, положить начало тому, чтобы разобраться в этих поручениях президента, потому что думают губернаторы, есть ли самостоятельность в принятии решения на уровне регионов. А в среду эту тему разовьем уже непосредственно с представителями бизнеса. Я думаю, завтра, может быть, даже два часа посвятим этой истории. Поэтому все, кто занимается бизнесом, а может быть, те, кто работает в гупах и мупах, фермишках, как сказал Путин, готовьтесь к завтрашнему дню, почитайте госсовет 211-101. Завтра мы с вами об этом будем говорить нон-стоп по телефону, а губернатора сегодня без звонков выслушаем. В первом части открываем красивую весеннюю театральную тему. Приветствуем наших гостей. Юлия Ивнушай, это заведующая литературной частью Театра на Спасской. Добрый день. Добрый. И тезка Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью Театра на Спасской. Добрый день. Здравствуйте. Накануне у вас состоялась большая пресс-конференция, где вы рассказали о планах, о конкретных планах. Сейчас мы их будем обсуждать, как вы, Юля, сказали, про что постановка-то будет. Про добрых людей и помидоры. Про добрых людей и помидоры. Это какие-то наши коллеги написали. Итак, премьера очередная в Театре на Спасской. «Человечный человек». Постановка, которая будет дана впервые 31 мая этого года. Режиссер совершенно замечательный у нас был здесь, да, неоднократно в интервью. Алексей Зимин. Откуда он, напомните? Железногорск. Железногорск. Красноярский край, Сибирь. Да, тот первый опыт был хорошим, вам понравился, и вы решили, собственно, продолжить с ним работать. Ну что, давайте про постановку сразу же будем говорить. Да, давайте. То есть, как вы правильно сказали, Алексей уже ставил у нас спектакль в этом театральном сезоне, и это был спектакль для детей. Естественно, нам хотелось продолжить сотрудничество с Алексеем уже на более серьезном материале. Более взрослом. На более взрослом, да. И мы выбирали пьесу, чтобы и артисты могли влюбиться в материал, чтобы зрители откликнулись. И мне кажется, мы нашли вот тот самый вариант, который, ну когда, что называется, все сошлось. Вот. Это пьеса финского драматурга Сирко Пелтала «Человечный человек». Она была опубликована в сборнике финской драматургии. Он вышел там в конце 2016 года. И это вторая антология финской драматургии, которая выходит на русском языке. В начале 2000-х был большой всплеск интереса русского театра к финской драматургии. И это связано с тем, что удивительным образом их драматургия, их проблемы и какой-то взгляд на жизнь, да. Перекликаются очень с нашими. Абсолютно. Вот. И была волна постановок в середине 2000-х. Потом пошел такой небольшой спад, спад, спад. И за это время было написано множество замечательных новых текстов, которые были переведены и изданы отдельным сборником. Мы выбрали, мне кажется, самую хорошую пьесу, но, по крайней мере... Самую человечную. Самую человечную. Как выборы эти проходили? Не знаю, собрались, присели где-то кружком или что? Это же всегда так происходит. Один человек прочитал, глаза загорелись, второй, третий, четвертый. В общем-то, мы сошлись сразу и с Владимиром Ивановичем Грибановым, который увидел в репертуаре театра это название, и с Алексеем Зиминым. А Алексею когда непосредственно на приглашение поступило? Ну, мы... Или вы просто поддерживали на протяжении этого времени контакта? Как-то мы-то общались и онлайн все называется? Да, не происходит так, что режиссер уехал, дверку закрыли, там, избушку на клешку и все. Это постоянное общение, это такой контакт. И мы искали этот материал, именно уже, ну, зная, что на постановку приедет Алексей. У меня такой вопрос. Я знаю, что иной раз в некоторых творческих коллективах выбранные пьесы или произведения, которые играет, например, оркестр, насаживаются сверху. Вот решил там режиссер, директор, кто угодно, что вот мы будем это играть, и все. И все там принимают это, смирились, репетируют, выдают. У вас актеры принимают участие в процессе выбора пьесы или нет? Скажем так, наши... Ну, то есть мы собрались, это кто мы собрались? Это топ-менеджеры собрались в театре. Наши артисты всегда откликаются на любой материал. Вот это удивительное свойство нашей труппы, наших артистов. Я не видела ни одного названия, которое бы они не восприняли с горящими глазами. Они... Вот Ролан Банин ставил «Два веронца», да? Вроде пьеса у Шекспира не самая известная, не самая эта... Но они с таким азартом, с таким драйвом, с таким интересом и с такой огромной творческой энергией приступают к репетициям любого нового спектакля, что тут как бы сложно сказать. Ну, как бы нет. Ну, это очень важно ведь на начальном этапе, чтобы она была принята, эта пьеса. Это же тоже, как бы, ну, условно говоря, пьеса, это не что-то такое вот. Оно как бы написано на века там и висит в какой-то рамочке, и бывают сомнения. Я точно знаю, что «Гудбай Берлин», например, спектакль, который сейчас идёт на полных аншлагах, ну, как люди ищущие, как люди думающие, как люди глубокие, естественно, у артистов могут быть сомнения. И они думают, а как, а что, а надо ли, а точно ли, а попадание ли это. И когда приезжал в гости Роберт Кааль, когда пьеса была впервые прочитана на публику, это была на экспериментальной читке, и когда артисты чувствуют вот эту обратную связь, связь с залом, живую реакцию, естественно, у них какие-то вопросы снимаются. То есть всё равно любой материал должен пройти проверку зрителям. И что касается этой пьесы, вот Юля не даст соврать, мне кажется, её прочитал уже фактически весь театр, не только те, кто занят в репетициях. Она вообще обширная, объёмная она пьеса. Нет, она небольшая. На одном дыхании можно, да, прочитать, так сказать. Она вызывает отклик у всех. Расскажите, о чём там речь идёт. О человечности. Вообще, мне кажется, здесь люди по-своему воспринимают материалы, каждый по-своему, и каждый видит что-то своё, как некую проекцию на собственную жизнь, на собственную семью. Я, наверное, прочитала о теме маленького человека с большим сердцем. И это становится, к сожалению, понятным и осознанным в тот момент, когда его уже не станет. Насколько у него большое сердце. Маленький человек, то есть он незаметен в этом обществе, да? Это какой-то муравей в муравейнике, получается. Это не про ребёнка пьеса. Нет, нет. Александр Королевский в главной роли. Совсем не ребёнок. Совсем не ребёнок, да? Нас просят, чтобы мы называли возрастное ограничение 16+, в этой постановке. Как главный герой вас принял? Что вы видите, наблюдая за репетициями именно в Александре? Репетирует? Репетирует. Ищет. Это очень... Даже Алексей говорит, что и персонажи пьесы говорят про этого Карри Куке. В его присутствии люди чувствуют себя неуютно. Он настолько светлый, хороший, и это такой добрый дискомфорт. Несмотря на то, что от него отвернулись, да, все? От него как отвернулись? Нет, от него не отвернулись. Его принимали. Именно из-за того, что он такой странный, это сравнение как князь Мышкин, да? Вот такой человек... То есть абсолютно ко всем с открытым сердцем душой, да? Такой светлый, улыбающийся. Он, может быть, не совсем вот такой, ну, чтобы такой вот улыбается, да, какой-то... Но он не святой, нет. Хотя вот тема там, вот веры, да, какой-то... Она прослеживается. Она прослеживается, но не звучит вот как-то впрямую. Краткое содержание пьесы придется изложить, но уже после короткого перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях Юлия Янушай, ты заведующая литературной частью Театра Наспаска, и Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью Театра Наспаска. Мы говорим о спектакле «Человечный человек». Финская пьеса. Премьера спектакля выйдет 31 мая. И вот мы так задолго-задолго начинаем приобщать горожан к этой пьесе. Сохраним пока секрет до следующей перерыва, почему мы начинаем этот процесс так заранее. Там есть на самом деле свои интересные штуки, фантики, конфетки и приятные вещи для всех, для нас. Но сейчас мне хотелось бы, чтобы вы кратко рассказали всё-таки содержание этой пьесы. Кто такой Каря, главный герой, необычный вот этот человечный человек, светлый, добрый, но от присутствия, рядом с которым становится людям почему-то не по себе и неловко. Где происходит действие? Много ли там людей? Много людей. Да, это мы видим главного героя, застаём его в момент, когда окончена его служба в муниципалитете. Он попал под сокращение. Он остался неудел, что называется, немножко так на обочине жизни. Он пытается устроиться в фирму по продаже пылесосов. То есть он вполне себе ещё трудоспособен, да? Да, да, да. Он пытается как-то обрести вот эту почву под ногами. При этом он только что, ну, в каком-то обозримом прошлом расстался с женой, которая от него ушла. И переезжает вот в этот город, где живёт его сын. Он одновременно пытается найти работу и наладить отношения с семьёй сына, которая не очень складывается. И вокруг него мы видим массу персонажей. То есть это менеджеры в фирме, куда он устраивается. Молодые, 30-летние. Амбициозные. А Карри уже сколько лет? Я думаю, ему за 50. Вот. Мы видим Анне. Её будет играть заслуженная актриса России Татьяна Махнёва. Это женщина, у которой дома нет даже электричества. У неё куча неоплаченных счетов. И к ней приходит Карри, пытаясь продать ей пылесосы. С ней отдельная история, очень трогательная. Насколько они чувствуют друг друга вдруг. Вот, да, нашли друг друга два одиночества. Это жена, которая прибегает, щебечет и убегает, потому что у неё за плечами вот груз этой совместной жизни, когда она знает своего мужа. И, в общем, у них в прошлом много прекрасных моментов. И если она идёт вперёд, она ещё пытается в этой жизни как бы быть на коне, то он всё время вспоминает Доминикану, их свадебное путешествие, браслет, который ему кажется совершенно прекрасным, чудесным, таким каким-то светлым воспоминанием. Она говорит, ну это же китайская подделка. Вот. И вот таких персонажей вокруг него очень много. Это сосед, то есть он одновременно сосед и хозяин квартиры, которую снимает Карри, который ему впихивает какие-то безумные пейзажи, которые там идут в довесок к квартире, и он не может ему отказать. Заходит к нему по-свойски совершенно с баночкой пива. И не оставляет его буквально наедине. И ведёт долгие-долгие монологи, долгие. Его будет играть Александр Карпов, прекрасная, мне кажется, и роль, и такая, ну, интересная. Диалоги остроумные, интересные, забавные, или нудноватые местами. Кто ведь как оценит, понимаешь, у каждого своё чувство юмора. И вот он живёт, то есть это такая, с одной стороны, повседневная жизнь, да, какие-то обстоятельства предлагаемые, с которыми каждая, ну, они нам знакомы, вот эти истории, эти люди. И, в общем, они бы не были такими, если бы не был трагический финал, да. То есть мы уже в конце поймём значение вот этих коротких встреч, вот этих поступков, когда он берёт и оплачивает все счета Ани за электричество. Как он нелепо приходит в семью своего сына с этим другом, притаскивает его, потому что он не может его оставить на Рождество одного. И в итоге, поняв, что, в общем-то, неудачная была идея притащить этого товарища в семью своего сына, они уходят в ночь, там, пометели с этим мешком, с костюмом Деда Мороза. То есть это вот такая жизнь, как она есть, и эти персонажи, они все очень узнаваемы. Я когда читала, мне кажется, каждый вспомнит кого-то себе близкого. Я вспоминала дедушку. Вот там есть образ помидор, рассады, потому что карри, он такой, садит каждый год помидоры, потому что, говорит, таких в магазине не купишь. Ему семья говорит, ну, слушай, там, условно говоря, типа, ну, можно же пойти в супермаркет, купить. Зачем ты связываешься? Это очень на нас похоже, и это тоже по-русски. И только когда его не стало, его сын садит первый раз в жизни рассаду помидор. То есть вот, ну, как бы ничто не исчезает, не проходит бесследно, и у него есть какая-то потребность, которая не произносится вслух, да, что вот я там тоскую по отцу. Нет, это очень такая тонкая пьеса, там ничто не проговаривается впрямую, всё в подтекстах, в подтекстах. И мне кажется, она поэтому ещё трогает. Там нет назидательности, там нет морали. Это просто какой-то кусочек жизни, и эти люди, они все кого-то напоминают. Это, на мой взгляд, совершенно такая бытовая история, но как раз та самая бытовая история, когда говорят, что любая человеческая жизнь достойна того, чтобы стать сюжетом романа. Вот это вот оно и есть. То есть, когда ты читаешь, я когда читала эту пьесу, я действительно не смогла оторваться. У меня уже закончился рабочий день, я продолжала её читать, я опаздывала по своим делам, но я продолжала её читать, я дочитала, я плакала. Но ощущения от неё очень светлые. И вот мне кажется, если нам удастся передать вот это ощущение светлости, это ощущение доброты, это ощущение возможности делать что-то для других просто так, вот это, наверное, самое главное, что мы могли бы дать людям. Вот про бытовую историю, это как у Чехова. Люди пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Вот это вот абсолютно та самая история. А вы как раз в перерыве говорили о том, что там очень много русских классиков. Буквально узнаёшь героев и Гоголя, и Чехова. И Достоевского. И Достоевского. И мы, естественно, нам было важно узнать больше об авторе. И одно из интервью в Стирку, она говорит, что она росла и воспитывалась на русской литературе. Она её хорошо знает, она её очень любит. И как бы... И, вероятно, там возымел на неё большое влияние. Может быть, поэтому именно так нам всё это близко. Что истоки-то, да, по большому счёту, глубоко в классике лежат. Вот вчера режиссёр Алексей Зимин сказал, я цитирую прям наш корреспондент, Ольга, да, ходила на пресс-конференцию. Когда начался процесс работы над материалом с артистами вместе, я наблюдал очень чётко момент метаморфоз и превращение этой пьесы внутри артистов. Вот это, на его взгляд, самое ценное. Что за метаморфозы? Можете прокомментировать, Алексей. Да, потому что, ну, Кари реально, вот я прошу прощения за сленг, он бесит. Вот он такой хороший, что он раздражает. И когда ты думаешь, ну как, ну не бывает такого, нам вешают условно... Ты чувствуешь себя в своей несовершенственной афоне? Лапшу на уши, да? Как так? Вот почему он... Ну, это же безумие, да? На улице же грязь, денег нет, телевизор достал там, да, значит, соседка убогая, друг пьяница, вот это вот всё. Кризис среднего возраста, работы нет, муниципалитет пенсию не дотянул до пенсии на муниципальной службе. Он немножко такой в хорошем смысле инопланетянин, да? Как будто это его... Ну, то есть он видит эту жизнь, он что-то понимает про неё, но он всё равно, вот он такой, какой он есть. Как говорит его жена, милый, странный, ещё какой-то эпитеточный, кари, чудный. Вот он такой. Он не вписывается в наш мир, в нашу реальность, в наш капитализм, который за окном. И поэтому, вот когда Алексей говорил про метаморфозы, это путь от раздражения, да, от неприятия, от непонимания, ну, блин, так не бывает. Ну, пьеса, которая заставляет остановиться, правда же, да, вот не каждая пьеса заставляет остановиться, и некоторые, наоборот, так бодрят, передают пинка там, да, ускорения какие-то проходят мимо, какие-то вызывают возмущение. Эта пьеса заставляет остановиться, вспомнить всех своих родственников, окружающих, родственников окружающих и самого себя там, да. Мы же очень часто стыдимся очень многих каких-то моментов в своей жизни, которые стыда не должны вызывать, потому что мы считаем себя неудачниками, так или иначе, мы всё равно с детства на нас навешаны, какие мы должны быть. Да, жена, судя по тому, что вы рассказываете, это такой как раз образец того человека, который всё время бежит вперёд. Надо ещё вот это, надо вот это, и в 50 лет у тебя должен быть не китайский браслет, а бриллиантовое кольцо, как минимум, да. А вообще-то лучше, чтобы тебе его подарили в 30 уже, так уже в 50-е и поздно. Но ведь этого не случается, вовсе совершенно очевидно, что одна десятая только получает то, что нам транслируют телевизору, например. Правда? И мы почему-то чувствуем из-за этого себя очень неловко. Вот трудно, говорим плохо, трудно признать, что ты неудачник, вот это не получилось. И мы, в отличие от Кари, которая нас заставляет задумываться вот над такими периодами своей жизни, судя по всему, да, что вовсе не в неудаче, не в том, что ты недостаточно умён, красив, не хватило удачи в жизни. Ты себя чувствуешь так плохо каждый день. Отношение твоё к всему. Да, грязь на улице, зарплату не платят. Совершенно не поэтому ты себя так чувствуешь, да. А потому что вот не ценишь того, кто ты есть на самом деле. А Кари, видимо, ценит. Нет? Он себя как-то оценивает? Там есть размышления Кари в этой семье? У него, по-моему, самая рефлексия, вот нет совсем. Как бы, хотя, ну как, его, например, спрашивает соседа, что с сыном, что с семьёй, и он как-то не случилось. У него всё внутри, он как бы, если он делает что-то добро или там, он это не произносит, он такой. Или ему жена говорит, тебе не кажется, что нет смысла? Он откладывает деньги, вот то, что зарабатывает продажей пылесосов, на поездку в Доминикану. Она говорит, может быть, как-то в другое место съездить? Более. Ты там уже был, ты там всё видел. Он говорит, ну да, возможно, мне пора пришла обновить мечты. Ну, то есть это вот такие обрывочные реплики, за которыми действительно бездна какие-то кроются. И они, ну, прям мурашки по коже, когда вот... А я вспоминаю так, да, параллельно похожие истории, похожих героев, там, на сцене рассказаны, или в кино, или в драматургии, в литературе. Бывает такое, что такие люди, несмотря на всю такую открытость свою, они ещё и смертельно больны. А тут о физическом каком-то не идёт? Он тихо уходит из жизни, никому не помешав. Там соседа не оказалось рядом, никого не оказалось, он ушёл. И последняя сцена, это уже семья и друзья собираются проводить его. Жена не смогла приехать, и только большой венок послала, ну, как бы на похороны. И эта сцена похорон, эта сцена прощания, это тоже такое нагромождение нелепец, когда они не знают, о чём говорить. Когда, как бы, вроде и надо что-то сказать. Какие слова используют для того, чтобы рассказать. Да, и в этом очень много правды, правды жизни. То есть это вот не художественная какая-то вот такая сказка, да, а очень важные какие-то вещи, очень точные удалось драматургу перенести в эту пьесу из нашей жизни. Вот, и всё это ожидает нас 31 мая, но мы в 31 мая можем войти подготовленными. Вот мы сегодня тоже готовим наших слушателей. Кстати, 31 мая – это день рождения гостя второго часа. Так, между прочим. Мы пригласим его. Мы сейчас про губернатора Игоря Васильева говорим. Но Театр Нас Паской подготовил для всех, для нас ещё много сюрпризов в отношении этой пьесы, в этой премьеры. И о них мы начнём разговор сразу после короткого перерыва. Юлия Беляк и Юлия Янушай – это представители Театра Нас Паской у нас в студии. Мы постарались вам рассказать о том, что будет показано на премьере 31 мая в Театре Нас Паской. Мы говорили о спектакле «Человечный человек». Как к этому походу в театр подготовиться, что придумали творческие люди Театра Нас Паской. И вот об этом мы начнём разговор прямо сейчас. Потому что вы придумали очередную интересную акцию, которая называется «Пойдём вместе». У нас есть 10 минут для того, чтобы подробно рассказать. Да, подробно. На самом деле, эта акция родилась от пьесы. Именно пьеса, именно материал подтолкнули нас к этой мысли сделать что-то, условно говоря, бессмысленно доброе, бессмысленно странное и такое. Потому что понятно, что каждый раз театр ищет какие-то способы. Я бы даже сказала по-другому. Это подтолкнуло нас сделать так, чтобы вы сделали что-то бессмысленно странное, бессмысленно доброе. Но бессмысленно в самом высоком значении этого слова. Мы сталкиваемся иногда со странной ситуацией. Зовём, например, коллег-журналистов на пресс-конференцию, написать что-то. И они говорят, а вы знаете, театральная тема не заходит. Театр мне интересует. В смысле, мало просмотров, мало прочтений и так далее. Да, да, это же как бы всё завязано на рейтингах, на популярности. И понятно, что если мы напишем о кровавом убийстве 10-летнего мальчика, это будут миллионы просмотров. А если мы напишем премьера, человечный человек, все скажут, о, ну, как бы это не про нас, это не к нам. И при этом по мировой статистике в театр ходит по разным данным 3, 7 и 10% человек. Вот других цифр никто не приходит. И это не только в Кирове, не только в России, это в мире. То есть 90% людей в театр не ходит от слова совсем. Никогда. Может быть, их когда-нибудь со школы водили толпой. Свои причины есть у каждого, безусловно. Но если ты ни разу не был в театре, ты же не знаешь, что это такое. И, наверное, каждый по-своему как-то это себе представляет. Наверное, кажется, как вот забыла название фильма «Человек с бульвара Капуцинов», по-моему, да. «Живут же люди, ходят же в театры, в библиотеки». Вот, и, наверное... Да, там Гюра Карачица говорит, да. И есть, наверное, какие-то... Ну, вот про те 10% людей, которые ходят в театры, наверняка есть такое же мнение. Вот живут же люди, какие-то странные, ходят в театры. Зачем туда ходить? С чем его едят? При том, что мы, когда готовились к этой акции, мы уже понемногу так начинаем прощупывать почву, общаться. И, например, наша Лида Шерстобитова, главный администратор, общалась. Женщина совершенно роскошная, красивая, успешная, пришла в кассу театра покупать билеты для себя и своих подруг. До этого она в театре не была очень-очень много лет. Она воспитывала дочь, она занималась её образованием, она как бы всю себя посвящала ей. В этом году дочка поступила в Москву, уехала учиться, и перед человеком открылась новая жизнь, новые возможности. Она стала смотреть всё, что в сфере досуга у нас представлена. Они съездили с подружками на лошадках, покатались в Порошино туда-сюда, и в конце концов дошли до идеи, а не сходить ли нам в театр. То есть, на самом деле, таких людей, которые не ходят по тем или иным причинам в театр, их большинство. При этом, когда они туда приходят, они понимают, что театр – это совсем не то, что они думали. Очень часто так случается. Что это не Шекспир в бархатных штанишках, что это не скучно, что это не пыльно. Вот ключевое слово – то, что это не скучно. И это становится вдруг открытием. Когда это трогает, когда это вызывает у тебя по-настоящему какой-то отклик. Ведь, например, спектакль «Каринин» не самый очевидный материал. Это не комедия Рея Куни. Это не что-то такое развлекательное. Ведь невозможно было в течение сезона вообще купить на них билеты, потому что люди находили в этом отклик и шли, и шли, и шли, и шли. И мы подумали, что премьера спектакля «Человечный человек» – это отличный повод привезти в театр тех людей, которые там не были много лет, а, возможно, и никогда. Просто даже не подарить им билет, потому что если тебе подарят, то ты оставишь его где-то и пойдешь заниматься своими привычными делами. Как вот я, например, в такси разговаривала с водителем. Я говорю, вы когда были в театре? Он говорит, ну, в школе был. Я говорю, ну, вы же, наверное, ходите в кино. Нет, зачем? Я в кино не хожу. Зачем я буду платить там 100-200 рублей, когда можно скачать из интернета все? Вот. У человека нет никакого досуга. У него нет ни потребности, ни привычки. Он лежит на диване. Да, то есть это диван. Но мне кажется, если мы каждый... А эта акция рассчитана в первую очередь на друзей театра. Ведь у нас у театра потрясающее количество друзей. Вот то, что называется премьерная публика. Кто ходит на все спектакли, на все читки, на все лекции. И если мы каждый найдем в своем окружении людей, которые давно не были в театре, а подарим им билет, и вместе с ними в день премьеры придем в театр. Встретимся заранее. Вот буквально, почему название такое? Название придумал Алексей. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Вот оно, мне кажется, очень простое, очень трогательное, очень точно отражающее. Вот пойдем вместе. Мы же вот такая формула, когда зовем кого-то там, ребенка, маму, папу, подружку, пойдем вместе куда-то. Почему не пойти в театр? Мы сейчас прямо даже опишем схему. Да-да-да, простым языком, что вы рекомендуете сделать? Я просто хочу добавить тому, что сказала Юля. Насколько вот мы сейчас все, видимо, параллельно приходим к одной и той же мысли и стараемся завести вот эти механизмы одни и те же. Нам не хватает вот того, что нам подарит этот человечный человек. Нам не хватает вот этих людей из прошлого, которые в силу обстоятельств как-то выпали, да, из нашей жизни, а мы из-за их жизни, а мы по ним все равно скучаем, но времени не можем найти, чтобы пообщаться или, кажется, ты давно не видел, может быть, мы друг другу неинтересны, но ты понимаешь, что вот тебе все время зудит там вот это вот, да, вот это вот место, оно не заполнено. И эта история также точно трансформируется в проект, который мы проводим совместно, например, с Колизеем, да, проект «Артзал», Юля, да, это вот совместный просмотр некассового кино, который мы проводим два раза в месяц, напоминаю, что открытая группа в Фейсбуке «Артзал», вы можете там регистрироваться и туда приходить, где мы смотрим кино, причем я заметила, что вообще без попкорна, без напитков, без всего, это просто давно забытое чувство со школьных лет, наверное, когда никто не мешает, там тебе и ты внимательно слушаешь, а потом еще обсуждаешь и рефлексируешь. Я могу свой пример привести. Я на просмотр одного из фильмов пригласила сестру свою, с которой, конечно, мы каждый день вроде бы там списываемся, созваниваемся, но по-другому не общаемся. Мы обсуждаем дела Софи, поскольку она учится в школе, и у Ларисы, и так далее, там семьи, еще чего-то, но совершенно не говорим на другие темы. И мы до сих пор вспоминаем этот поход, перевариваем, сколько она мне дала, как человек, который в литературе гораздо более просвещен, чем я, сколько я ей дала со своей стороны, до сих пор об этом говорим. Потом вот театр на Спаскове, который тоже к этому давно уже нас приводит и старается и начитки приводить, и вот сейчас на спектакле еще раз схему мы сейчас опишем. Я вот раскрою секрет, сейчас Юля намекнула на это. Мы делали это в открывашке, когда приглашали ваших актеров и показывали в размечательный проект про Мартина. «Сказки для Мартина». «Сказки для Мартина» – это совершенно потрясающая идея, когда актеры театра дают нам, взрослым, возможность понять, что, ребята, становитесь. Не надо по остаточному принципу воспитывать своих детей, вспоминать сказки своего прошлого, их читать на ночь, потому что есть очень много современной, очень интересной литературы, которая и вас будет развивать, и ваших детей. Вот здесь то же самое, потому что вот мы сегодня идем всем классом с детьми, нашим классом как раз в ТЮЗ, чтобы слушать сказки от Мартина, уже на более взрослую аудиторию, все-таки 12 лет, а не 6-8, как обычно, к вам приходят. И я прямо предвкушаю эту сегодняшнюю встречу, потому что мы там с одноклассниками, с родителями будем встречаться и тоже это потом переваривать, это все проговаривать. Это очень интересно. Совместное проживание вот этих моментов, кино, сказки, пьесы, спектакля, вот это все об этом. Так вот, задумка мне ваша очень, конечно, нравится. Первый пункт. Вы предлагаете приобрести два билета на спектакль «Человечный человек» для себя и для того человека, который никогда или просто очень давно не был в театре. Два билета на соседние места. Кто у меня давно очень не был в театре из близких мне людей? Например, моя мама. Давно уже пора ее на спектакль вытянуть. Вот, то есть ты для себя строишь сам такую историю. Или, например, у меня есть моя коллега, с которой мы очень дружили, и очень дружили вместе, снимали квартиру во времена моей молодости, когда я только начинала работать учителем. Она мне вчера написала несколько строк, мы с ней годы не виделись. Я ей ответила, и, пожалуй, это тоже кандидат на соседнее место в театр. И так вот, если подумать, очень-очень много людей, которых нужно обратно вернуть в свою жизнь, хотя бы на короткий период времени. Ведь достаточно... Великолепный шанс у нас сблизиться, да? Вот, так. Купить два билета для себя и для того человека, которого ты давно не видел, и с которым хочешь встретиться. Найти возможность не просто подарить билет, например, а вместе прийти. То есть не просто всунуть, а все-таки сказать, я хочу с тобой встретиться. И встречаться мы будем в театре. Да, как-то так. Заранее придем в театр. А дальше вы обещаете, что постараетесь, чтобы этот вечер превратился для приходящих в театр настоящий праздник. И вот тут я хотела бы немножечко остановиться на буфете. Потому что... Что вы имеете в виду, когда вы говорите, что постараетесь, чтобы это был праздник, кроме самого спектакля? Не буфет, точно. Так. Это не про буфет. Мы часто делаем выставки, делаем инсталляции, делаем какие-то дополнительные вокруг спектакля истории, активности, как сейчас принято называть. То есть создаем контекст. Иногда это что-то, что поможет лучше понять спектакль. Иногда это... Просто создает атмосферу неба. Да, да. Так что мы не будем раскрывать. Там что-то будет еще, кроме спектакля. Безусловно. Приобретая два билета на спектакль «Человечный человек» в кассе театра, вы получаете купон на скидку 20% на приобретение любого... На билет на любой спектакль театра на Спасской до конца 2018 года. Ага, это такой абонемент уже получается. В следующий театральный сезон уже, да? Можно я буквально два слова скажу о выставке, которая у нас сейчас проходит, потому что она заслуживает внимания. Она была создана к дню театра. Задумана она была год назад практически. И воплощена мастерской, лоскутной мастерской «Лоскутная радость» Анны Якимовой, где они ходили в наш театр, рассмотрели спектакли и под впечатлением от этих спектаклей создавали свои вот эти вот лоскутные полотна. Выставка получилась действительно очень необычной и интересной. Ее практически отмечают все зрители, которые бывают в театре. И я думаю, что она будет любопытна к просмотру. И, может быть, даже кого-то подтолкнет тоже увидеть своими глазами тот спектакль, который вдохновил вот этих девочек на творчество. Ну и вы тоже вдохновляете на творчество тех, кто к вам придет или приходит. Вы предлагаете описывать буквально все свои решения, ощущения до и после спектакля и ставить хэштег «Пойдем вместе» в соцсетях. Это же очень важна, да. Вот это обратная связь. И уже сейчас есть зрители, которые присылают фан-арт, рисунки по мотивам, какие-то стихи, отзывы, признания в любви. Фан-фантастика, это очень красиво. Просто размышления людей. Мы сегодня находимся... В ВКонтакте? В ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. В Одноклассниках? Нет. Мы решили, что... А вот и зря. Возможно, возможно. Люди из нашего прошлого очень часто в Одноклассниках. Да. Артисты читают, режиссеры читают. Вот эта обратная связь, она всегда важна. Некоторые стесняются, а как, а что, я же там непрофессиональный критик. Но искренние слова, иногда непонимание, иногда размышления, иногда вопрос, а почему, а зачем, а для чего. Театр очень в этом нуждается. И мы всегда призываем ставить хэштеги «Театр на Спаск» или «Пойдем вместе», или «Гудбай Берлин», или еще что-то, чтобы эти отзывы попадали для других зрителей. Это же театр – это горизонтальные связи. Я нашла пьесу, предложила Алексею. Алексей, значит, нашел артистов. Артисты позвали друзей на премьеру. То есть мы все немножко цепляемся друг за друга. И эта творческая энергия – это не то, что театр – это храм искусства отдельный, мы смотрим с предохолем. Слушайте, мы уже, да, мы тоже не просто так будем дарить билеты на этот спектакль, как обычно это в культпоходах бывает, а мы придумаем историю, которая будет вот в одной конвес с вашей акцией «Пойдем вместе». Нам надо будет рассказать про друзей, которых мы давно потеряли и хотим вернуть. Мы что-то такое придумаем. Спасибо вам, Юлия Инышайт и Юлия Беляк. Театр «Наспаска», «Человечный человек», 31 мая. Мы готовимся к походу в театр и не раз еще вам расскажем про акцию «Пойдем вместе». Я уже в предвкушении. Благодарю. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. А в начале следующего часа к нам придет губернатор Кировской области Игорь Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok